Северо-западная армия Доброе утро. Давайте для начала, коль скоро вы действительно историк по образованию, напомним, какое в целом отношение бойцы северо-западной армии имеют к Эстонии и какую роль они сыграли в освободительной войне. Ну, их роль как бы не выписать никак из нашей истории, потому что даже когда уже шли переговоры в Тарту, то именно вот солдаты и северо-западные армии стояли под Нарвой и охраняли границу. Так что они воевали за Эстонию, хотя они мечтали восстановить монархию в России, но как бы они стреляли и защищали, чтобы эту территорию, которая сегодня называется Эстонская республика. Вот это другой вопрос, да, что действительно говорят о том, что бойцы северо-западной армии помогали Эстонии в боевых действиях исключительно из сиюминутного какого-то интереса, а на самом деле независимость страны не поддерживали. Ну, знаете, это как бы задним числом наше знание, мы все можем сегодня сказать, а когда мировая война, когда рухнула не только одна империя, а три империи минимум, да, когда все, ничего не было понятно, то сказать, что было правильно, это очень сложно. Какие исторические события разворачивались, как вообще получилось так, что бойцы северо-западной армии были захоронены именно в Копле? Они захоронены и в Нарвии, и еще в нескольких местах. Но случилось так, что просто когда после Тартовского мира, и когда кончилась, так сказать, история северо-западной армии, или этот этап, тогда она была разрушена. И ее распустили, но в то время, вот что мы забываем, мы все время сегодня говорим о коронавирусе, и вот в то время ведь был грипп. Грипп убил в то время, испанский грипп, больше людей, чем солдаты смогли в Первую мировую. Во-вторых, ТИФ. И всегда, всегда с воинами и с беженцами идут вот эти заболевания. Так что, как бы, это не эстонские, а просто вот так случилось. И воины, и беженцы, это не только солдаты северо-западной армии, но и беженцы, которые от большевиков бежали на территории Эстонии, вот они, многие были заражены. А так как в Нарве появился тупик, их некуда было поселить, то они заражали друг друга еще. И была большая опасность, что Нарва и вообще, может быть, Эстонии будет огромная эпидемия. И вот для этого часть их перевезли в Копли. Потому что эти военные заводы, вот в Копли, они были, бараки были пустые, их только что построили. В этом смысле несправедливо сказать, что эти бараки, ну какие-то там очень плохие, или это концлагеря, нет, нет. Концентрационными лагерями их по сути называют. Ну, можно, но... Вы говорите о карантине скорее. Это карантин в современном смысле, да. Но проблема, там была больница, но эти бараки, конечно, не были больницы. Вот это ясно. И другое вообще, вообще в то время, если мы подумаем, уровень медицины, это ужасная болезнь. Вот, чтобы помочь, и не было средств, и все пока. А люди умирали просто, по 50, по 70 человек в день. И некому было, не было сил, чтобы их похоронить как нормально. Их вообще просто ложили, ну, как дрова. Траншейным. Траншейным методом. Вот это очень, это самое такое... Такого кладбища больше и нет, где просто траншеи. То есть вот то место, о котором мы говорим, в районе Пыхья-Таллин, это возле кладбищенского парка. Вот там вот и есть массовое захоронение этих солдат. Да. Солдат и гражданские лиц, которые попали вот в карантин. Что сейчас на этой территории находится? На этой, это электроподстанция. И благодаря тому, что в начале 91-го года уже была гражданская инициатива, и они отвоевали вот этот кусок, что все-таки Эллеринг... Сегодня принадлежит это Эллерингу. И они отодвинули хоть чуть-чуть свой забор там. И вот не полностью освободили, потому что часть кладбища находится под подстанцией. А часть все-таки освобождена. Так что вот есть такой кусочек, там есть памятный камень в память вот этих солдат. И маленький, ну уже не совсем маленький дуб растет. Ну вот в 46-м году, когда разрушили часовню, вот именно прямо на месте этой часовни поставили электростанцию. То есть, в принципе, восстановить часовню уже на прежнем месте невозможно? Ну, вопрос... Это мы сейчас изучаем, как это можно восстановить, но, наверное, вопрос не в том. Просто часовня Владовского, известного архитектора, она как бы символ вот этого кладбища. И я думаю, что сейчас у нас идут переговоры, чтобы выкупить эту землю, дать статус мемориальной территории. А кому эта земля принадлежит? Сейчас Эллерингуа, но сейчас уже они готовы отдать эту землю городу. И следующим шагом тогда получит статус кладбища и мемориального территории. И тогда вопрос, вот мы хотим и попросить пожертвования, и, наверное, город поможет, чтобы восстановить вот это. Как можно она станет и часовней, и, с другой стороны, вот таким мемориальным местом, где можно получить информацию и так далее. Это лично ваша инициатива или у вас много сторонников? Конечно, много сторонников. Ну, лично, лично, просто я поддержал как старейшину. Ну, просто, а чисто гуманных, потому что вот такого не может быть. Мы живем вот в части города, да, где такое, и люди просто проходят. Молодое поколение, ничего не знает. А вот, кстати, о молодом поколении. События, связанные с северо-западной армией и ее роли в освободительной войне, они входят в школьный курс истории? Ну, мало, мало и очень упрощенно. Вот, поэтому я думаю, что, ну, молодому поколению нужно было бы знать, да, что, во-первых, не все померли. Часть солдат и офицеров осталась в Эстонии. И можно сказать, что даже часть, скажем, эстонцев с русскими именами, часть это люди, которые наследники вот этих офицеров или солдат, которые остались. Часть из них продолжала службу в эстонской армии потом. Значит, это очень хорошо интегрированная группа людей, которые живет в нашем обществе. Так что и об этом было бы хорошо знать, но и тем более роль, потому что, что случилось, у нас такая трагедия. Ну, а вы согласитесь с оценкой, что все эти события, связанные с северо-западной армией, являются таким серым пятном в истории? Ну, да, можно сказать серым, но я думаю, что мы сейчас делаем шаги, чтобы она не будет серым, потому что это же мы сейчас поднимаем из архива максимальные все материалы, чтобы изучить и опубликовать об этом больше, и чтобы молодое поколение просто знало бы об этом. Ну, и вот, может быть, появится часовня, которая вот так вот выглядела некогда, и в 1946 году была разрушена. У нас в гостях сегодня был старейшина Пахья Таллина, историк Петер Ярвилайт. Спасибо. Спасибо. Спасибо.